Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия», и сегодня мы будем читать 33 главу этой книги. Эта глава начинается словами «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исаф, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел перед ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему». Хотя ангел Божий уже сказал Иакову о том, что ты боролся с ангелом, тем более будешь побеждать людей. Но страх все-таки сохраняется в сердце Иакова, и, как я вам уже объяснял неоднократно, в этом не было сомнения в том, что сказал Бог. В этом всегда проявлялось сомнение в самом себе. То есть любой такой праведный человек, как Иаков, он как бы все время переспрашивал себя, да, Бог мне сказал, вот, будешь иметь то-то и то-то, а может быть, я перестал быть достойным того, что мне предлагает Бог. Поэтому он сомневается в себе, но не в Боге. В Священном Писании, не только в книге «Бытия», но и вообще по тексту Ветхого Завета, Исаав представляется такой противоположностью Иакова. И Исаав – это тот, который все время враждует с Иаковом. Это мы видим и в пророческих текстах. Потому что Исаав – это полная противоположность Иакова. Иакова Израиля. У Иакова уже есть и второе имя. Но что-то произошло с Исаавом. Он совершенно неожиданно ведет себя, прямо скажем, неадекватно. Отчасти это можно объяснить. Вот помните, та легенда, немножко сказочная, которую мы озвучили, что ангелы поколотили Исаава, и он пересмотрел отношения к своему брату. Что же происходит необычного? И побежал Исаав к нему, то есть к Иакову, навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. То есть плакали обои – и Исаав, и Иаков. Так себя человек ведет только из благодарности. А ведь когда ангелы стали его колотить, по этой сказочной легенде, о которой мы говорили в прошлый раз, Исаав кричал ангелам, я внук пророка, патриарха Авраама, а те его колотят. Я сын пророка и патриарха Исаака, а те его колотят. Я брат Иакова, пророка и патриарха. Тогда они перестали бить. А они же могли уничтожить его, размазать. Один ангел может уничтожить, я не знаю, целую галактику, как минимум, если будет на то воля Божья. А здесь он выжил, когда вот эти малахим ангелы колотили его. И он благодарен Иакову. Потому что никакого другого объяснения мы как бы не можем найти из контекста книги «Бытие». Потому что последняя их встреча, Исаав затаил мысль, как только умрет мой отец, я убью брата. А тут все поменялось. И побежал Исаав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. И взглянул, и увидел жен, и детей, и сказал. Ведь сам Исаав пришел с отрядом в 400 воинов. А тут он видит, стоят какие-то пыльные мальчишки. Это же переход через пустыню. Женщины в пыльных одеждах, и они смотрят. Им интересно, это же ведь их дядя. И взглянул, и увидел жен, и детей, и сказал. Кто это у тебя? И Иаков сказал. Дети, которых Бог даровал рабу твоему. И вот в этот момент, мне представляется, Исаав понял, что он жил неправильно. Исаав, да, был прекрасный сын своего отца. Есть такая точка зрения, что то, как Исаав, негодяй и злодей, любил своего отца Исаака, это надо еще поискать такого сына, но в целом он был ужасный человек. А здесь Исаав увидел, что у Иакова есть не просто золото и серебро. Вот эти мальчишки с пыльными лицами, в одеждах, это его сыновья, 11 сыновей. Дина, дочка маленькая, жены, наложницы. Вот настоящее счастье Иакова. А, Исаав, что он создал, какую семью? У него были странные жены. Если он свою одежду прятал у своей матери в шатре, значит, он никому не доверял. И он понял, в чем подлинное счастье. Иаков сказал, дети, которых Бог даровал работу ему. И подошли служанки и дети их и поклонились. Вот смотрите, очередное событие. Подошли служанки и дети их и поклонились. И подошла Илья и дети ее и поклонились. Порядок как бы такой же. Сначала мать, потом дети ее. Наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. Порядок нарушается. Во всех случаях женщины подходят, приветствуют потом их дети. Женщины их дети. А тут Иосиф как бы прикрывает Рахиль, мать свою. Почему? Рахиль была очень красивая. И мальчик Иосиф понял, что этот негодяй дядя, нечестивый человек, об этом он не мог не знать, он же может отнять у отца его жену Рахиль. И он подходит первым, чтобы загородить свою мать. Загородить свою мать. Потому что иначе трудно объяснить, почему порядок меняется. Наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. И сказал Исаф, для чего у тебя это множество, которое я встретил? То есть ты посылал с подарками. И сказал Иаков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Конечно, для Исафа, человека богатого, это как бы мелочь. Исаф сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Иаков сказал, нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне. О чем он говорит? Есть такое объяснение, что когда была борьба Иакова с ангелом, мы смотрели, сколько разных есть объяснений у отцов церкви, есть такое объяснение, что это был ангел-хранитель Исафа, а у ангела того или иного человека такое же лицо, как у человека. Иаков, который давно не видел Исафа, вот сейчас он увидел, и он вспомнил, что ангел, который с ним боролся, такое же лицо. А ангел мог не пускать его в землю, где царствовал Исаф, в святую землю. Потому что ангелы ревниво даже по отношению друг к другу оберегают тех, кого они должны защищать, и это мы видим в книге пророка Даниила. Но это один из комментариев, не обязательно, что он совпадает с другими. Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, то есть раньше увидел, как бы кто увидел лице Божие, потому что он не знал, с кем он борется, и ты был благосклонен ко мне, то есть тот ангел не убил меня, а только поранил ногу. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял. Надо прямо сказать, что все, что они имели, они имели, конечно, заслугами своих отцов, и Исаака, и Авраама. И сказал, поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобою. Я напоминаю, что на языке всей Библии приближение к Святой Земле, особенно к Иерусалиму, это поднятие, то есть восхождение, алия, а удаление от Святой Земли или от Иерусалима внутри Святой Земли, обозначается словами «не шел», «спустился» и так далее. Таким образом, Святая Земля и Святой Город, они представляются как бы духовными горами. И так Исаак предлагает, поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобой. Иаков сказал ему, господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный, если погнать его один день, то помрет весь скот. Иаков как бы говорит, да, вот у тебя там 400 воинов, а у меня дети нежного возраста, у меня скот дойный. И он продолжает, пусть господин мой пойдет впереди раба своего, он все время называет себя рабом по отношению к Исафу, но это акт дипломатии, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду господину моему в сейр. Исаф сказал, оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. Ну, наверное, Яков посмотрел на этих людей, там какие-то 400 разбойников, то есть целая шайка. Яков сказал, к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего, он как бы говорит, для меня защитой будет твое доброе отношение ко мне. И возвратился Исаф в тот же день путем своим в сейр, а Яков двинулся в Сакхоф и построил себе дом и для скота своего сделал шалаши, от всего он нарек имя месту Сакхоф. Мы видим, что Яков совершает некий маневр, и он не идет к Исафу, к его жилищам, потому что худые сообщества развращают добрые нравы, а у него дети нежного возраста, и он не хочет, чтобы они имели перед глазами такой дурной пример, как образ жизни их дяди. Яков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханалской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Эмора, отца Сихемова, за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Мы видим, что первое, что он делает, приобретая землю, он ставит жертвенник Богу. И когда я был в Париже, это было в 90-х годах, я там встречался с эмигрантами, что называется, с первой волны, и они рассказывали, что когда русские оказывались на Чужбине, первое, на что они собирали деньги всей общиной, это чтобы построить храм. Как вот русская пословица, без Бога не до порога. И известное трехсвятительское подворье в Париже, раньше это был гараж, на этом месте русские выкупили и сделали храм во имя трех святителей. И Иаков являет пример того, что если ты приобретаешь землю, сразу обозначь ее как территорию Бога. И он делает жертвенник на этой территории Бога. Но прежде всего важно, чтобы сердце каждого из нас тоже было территорией Бога. Как и сказано в Писании, верою вселиться Христу в сердца наши. Спаси Христос! Продолжение следует...